здравствуйте граждане сегодня мы разберем месячный отчет по star citizen и squadron 42 также обсудим ряд добавлений в дорожную карту так что подпишись чтобы не пропустить новое видео на этом канале и давайте начинать для начала разберем месячный отчет по star citizen в работе над искусственным интеллектом разработчики продолжают создание улучшения системы укрытий предотвращение столкновения и и позволяющего им делать больше маневров в бою наступательного и оборонительного типа продолжается работа над поведением капитальных кораблей под управлением и и в анимации разработчики настраивают возможность перетаскивания тела для баунти миссии идет работа над анимацией перезарядки неисправностями стволов анимации еды и питья кроме этого разработчики пообещали уже в 3 9 добавить электрический пистолет команда ответственная за систему паера приступила к созданию новых ландшафтов рельефов геологических форм и растительности идет полировка экспири праулер катал суплю придали более тюремный вид готовится к выходу неизвестный корабль сейчас он на этапе уайт бокса переходящего в грейдбокс нескольким старым кораблям обновили добавили новые шейдеры у инженеров cloud империум кипит работа над физикой потоков и производительностью идет фокус на улучшение кэширования данных процессора добавлена значительная оптимизация внесенная в менеджер пакетов больших рендеров что обеспечивает большую масштабируемость перейдем геймплею готовится к релизу переработанная система списка друзей для более удобного введения в пати продолжается работа над новой аэродинамической моделью обновлению судовых худов для новой системы building блок в графике разработчики продолжают трудиться над необходимыми инструментами для перехода на вулкан проводится работа по улучшению разборчивости пользовательского интерфейса в ярких и темных условиях теперь возьмемся за сквадрон здесь разработчики в марте работали над боевым искусственным интеллектом который был сосредоточен на рефакторинге системы прикрытия это включало в себя данные в акселизации тот же самый процесс который используется для создания навигационной сетки для лучшей оценки окружающей среды построения поверхности кроме этого проходила работа над новой боевой тактика удержанием позиции в корабельном и и авторы посвятили месяц устранению ошибок после интеграции предотвращения 3d столкновений полировка этой системы создать основу для введения дополнительных боевых маневров для докфайта например таких как стряхивания с хвоста нападающего социальный и и работал над новыми функциями патрулирования арт-команда продолжила работу над волосами одна из самых трудоемких работ в будущем принесет целый конвейер по созданию причесок доработана форма офицеров мостика время также было посвящено завершению работы над вандулом включая несколько отдельных персонажей также завершены работы над оружием вандулов команда расширив их набор перешла на доработку огромных пушек от беринга начиная с 7 до 9 размеров их разработка должна быть завершена в начале апреля а вот команда синематики начали внедрять технологию прерывания диалогов которые были упомянуты в предыдущем отчете неожиданные стоп даст возможность посмотреть как сцена будет развиваться в этом случае а вот теперь коснемся инжинирингом в британском офисе внедрили новый способ запуска сюжетных сцен и разговоров он должен упростить внедрение написания сценариев команда инженеров во франкфурте продолжает работу над движком игры и его производительностью они включили до 30 физических потоков добавили возможность их ограничивать для каждой задачи улучшили производительность памяти а также другие инструменты для оптимизации кроме этого они добавили поддержку так называемых тряпичных кукол модели игрока когда его можно переносить двигать и не только кроме этого появилась регулировка силы тяжести продолжилась работа над оптимизации контейнеров объектов а также над внедрением системы вулкан значительное улучшение было внесено в производительность управления пакетами большого рендеринга в это время графическая команда продолжила свою работу над преобразованием существующего тумана и внедрением его в систему визуализатора вулкана наконец команда визуальных эффектов завершила работу над интерьером станции оси веда они также близки к отказу от старой системы частиц которые обрабатывались центральным процессором ведется работа над переходом некоторых функций для работы графических ядер теперь коснемся дорожной карты в этот раз она обновилась несколькими элементами во-первых в патч 3.9 добавлена задача по внедрению новой системы списка друзей из 3.9 убрали m50 его добавили в патч 4.0 большим дополнением к нему станет не только вот посадочные зоны а райзен и обновление крусейдера но и внедрение завершающей локации для пиратской станции гримхекс в нее добавят ангары хаба а также дополнительный контент в патче 4.1 появились новые грузовые станции станции переработки топлива на существующих раз стопах там игроки смогут сбывать материалы для переработки забирать миссии покупать новое оборудование кроме этого разработчики показали на какой стадии находится mercury star runner пока это white box но уже через несколько месяцев авторы будут готовы показать завершающую стадию создания этого корабля на сегодня это все забудьте поддержать канал подпиской лайком а также пробить в колокольчик чтобы не пропустить следующие видео если хочешь вступить в нашу корпорацию то милости просим переходить по ссылкам в описании берегите себя и своих близких и пока пока и динамичка и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok